Всем привет! Я сегодня в гостях у Миши Мячина. Всем привет! И Миша подготовил для меня самодельные головоломки. Вроде бы деревянные, да? Да, деревяшечки и веревочки. Ты их полностью сам делал. Абсолютно. Во влоге, если я даже снимал, на канале есть. Да, кстати, в описании будет ссылка на канал Миши. Миша там рассказывает, как делал эти головоломки, если вам вдруг это будет интересно. И сегодня я попытаюсь их решить. Мне кажется, это будет сложно или просто? Ну, мне кажется, что сейчас, через минуту, закончится уже это видео, скорее всего. Кстати, сколько головоломок ты попытывал? Четыре штуки. Сейчас я буду решать те головоломки, которые для меня подготовил Миша, сделать самостоятельно. Я уже, в свою очередь, пришел на канал к Миши и подготовил для него свои головоломки. Ссылка на канал и на видео будет в описании. Так что, как только закончите просмотр этого ролика, переходите на канал Миши, там тоже наш совместный ролик. Я тебе даю головоломку. Это как раз с нее все началось. Мне ее отдал дядя мой и сказал, реши. И это была первая головоломка, ну, реально такая вот интересная, которую я разгадал. Ну, не сразу, правда. Блин, ну я уже вижу, что сделано все очень прикольно. Вот так это выглядит. И что мне нужно сделать? Суть в том, что тебе нужно эту бусинку перевести с зеленой точки на красную, то есть, чтобы она висела на соседней петле. На соседней петле. Да. Ну что ж, попробуем решить эту головоломку, засекаем время. Кстати, можете писать в комментариях, как вы думаете, сколько времени мне понадобится на ее решение. Так, запускаем секундомер. Время пошло. И еще раз, мне надо из зеленого в красный перевести. Да, все верно. Абсолютно так же бусинка должна висеть на красной. Она будет точно так же, но под красной. Вот 100% то же самое. Веревки вот здесь не будут никак перекручены. Нет, и твоя задача перевести эту бусинку, не выдирая, естественно, веревок ни отсюда, ни отсюда. Все остальное делай, что хочешь. У меня к вам время уже идет, а я спрашиваю, как время, что нужно сделать. Так. Ну и понятно, эта бусинка через дырку эту не проходит, чтобы вы понимали. Так. Ничего мне не поменялось. Первый раз, когда я ее разгадывал, мне кажется, я так в такие узлы завязывал эту головоломку. Сколько тебе лет было, когда ты решил? Давно это было? Это было в тринадцатом году. То есть, ну, я не знаю, сколько мне было. Шесть лет назад. Да, значит, мне было 24 года. Ну, ты мелкий тогда был еще в школе учился. Ну, я только девятый класс заканчивал. Шесть лет назад? Ну, я не знаю, почему ты сказал. Двадцать четыре года. Блин. Она сложная. Я думала проще, ты говорил, что у тебя головоломки простые. Она реально сложная. Я вот таких головоломок с веревочками не люблю. Я просто их не люблю. Они не то, что очень сложные или какие-то... Это не мое. У меня на канале вообще не было головоломок с веревочками никогда. Возможно, теперь появятся. Так. Надо... Надо понять, что мы можем сделать. Во-первых, я могу перемещать только бусинку. В эту сторону нет смысла перемещать бусинку. Да. Мне нужно перемещать ее вот в эту сторону. Через отверстие она не пройдет. То есть, я должен подогнать сюда, а потом как-то перекинуть, скорее всего, вот эти петли для того, чтобы у меня веревочка переместилась. Что же здесь может быть? Мне кажется, вот эту петлю, она должна оказаться с другой стороны. То есть, она должна, мне кажется, вот здесь оказаться. И, может быть, тогда все решится. Вот так вот, если просто сделать, у меня ничего не поменяется. Вот. Как была на зеленой части, так и остается. Я вот могу сюда продвинуть. Но мысли у тебя правильные. Я продвинул сюда. А теперь вот так. Вот так. Ничего не поменялось. Но у меня вот эта петля как-то изменилась. Я передвинул сюда. Похоже на то, что она уже перемещается ближе к красной, кстати. Ну, нет, это просто похоже. Потому что у меня ничего не изменилось. Ну, как было, так и осталось. А сколько ты времени потратил на нее? Прикол в том, что я, когда собирал, точнее, разгадывал, я... Это было в машине, в дороге. Я убил, наверное, час. У меня ничего не получилось. Потом Алиса собрала ее минут за 20. Но не поняла, как это произошло. И потом мы вместе догадывались, как это вышло. И в итоге мы поняли, в чем суть. То есть, я бы, наверное, возможно, и не допер бы. Я понял. Ну, может быть, и так же как-то еще часочек, и что-то пришло бы. Ну, потому что тупо методом тыка ты в любом случае должен прийти к этому действию. Ну, понятно. Это не кубик Рубика, который методом тыка не решишь. Ну, да, да, да. Если я просто переверну, я не знаю, что с ней можно сделать. Так. Если бусину введу сюда, вот она у меня здесь находится. Вот сюда, например, привел. Теперь вот так сделал. Но она все равно на этой половине. Иду сюда. Нет, не буду переворачивать сейчас пока. Ну, я сейчас смотрю, и мне кажется, что ты прям уже вот сейчас был на грани того, что нужно сделать. Серьезно? Да. Так. Я веду сюда. Ты был близок. Ну, или мне показалось. Может, тебе показалось. Там. А, чтобы было видно, что я делаю. Да. Так, я на себя поверну, потому что я сейчас запутаюсь. Я веду вот сюда. Теперь, если я вот так переодену, у меня, по идее, ничего не поменяется. Оно все равно остается связано с зеленой. Давай я тебе все-таки дам одну подсказочку. Не, не надо. Совет. Совет можно, подсказку нельзя. Не стоит через верх ничего делать. Окей. Совет можно, подсказки нельзя. Хорошо. Так. Я тебе советую ничего не делать через верх. Этот совет, кстати, многое дает, мне кажется. Но он отсекает много лишних действий. Кстати, время сколько уже прошло? Шесть минут тридцать секунд. Мне так и хочется прокомментировать что-то. Что вот... Ну, и... Ну, Леша просит. Не подсказывает, ладно? А мне греют карман еще три головоломки. Я, по-моему, немножко понял. Или нет? По-моему, ничего не понял. Но я натянул шарик на петлю. А теперь я через эту петлю могу перевести в красную часть. Можешь ближе там показать. Так. Что я сейчас делаю? Я шарик перевел в петлю. То есть у меня была петля. Я на нее надел шарик. И, по идее, теперь через эту петлю я могу перевести шарик во вторую половину. В ту, которая у меня красная. Сейчас мы пока еще вот так вот я буду аккуратненько вести на красную половину. Так. А я же могу петлю вот сюда просунуть. Шарик вот так продеть. Тепя петлю обратно, если. На конечной половине. На красной. А? Да, решил. Паузу ставь. Сколько? 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 Ставки. 9 минут 14 секунд. Неплохо. Неплохо. Она легкая. Она очень легкая. Но надо... Одно действие буквально. Одно действие. Но круто. Мне понравилось. Я не люблю головоломки с веревочкой до сих пор. Но мне понравилось. Очень круто. Отлично. Самое главное в таких головоломках попытаться понять, какие действия в принципе вам доступны. То есть я понял сразу, что мне доступно действие перекинуть эту веревку наверх. Пробовал, пробовал, ничего это не дало. А потом сделал гениальный ход и протянул всю петлю через отверстие. И когда я протянул, у меня появилась возможность шарик через петлю продвинуть на другую сторону. А потом вернуть петлю обратно. Ну, нормально. Это было самое сложное, надеюсь. Ну, мне кажется, что да. Мне кажется, что да. Я так подозреваю, что возможно другие головоломки такой же принцип используются. Не факт. Мы сегодня решаем самодельные головоломки. Но если вы любите головоломки так же, как и я, я могу порекомендовать вам крупнейший в России магазин головоломок ctcstore.ru. В этом магазине вы найдете все, что связано со спидкубингом, с кубиком Рубика и различные аксуары для кубиков. И также множество других интересных необычных головоломок. Это деревянные и металлические головоломки. И еще магазин гарантирует лучшую цену. Если в любом другом магазине вы найдете головоломку по более выгодной цене, вы говорите об этом в магазине ctcstore и специально для вас делают уникальную скидку. Также в магазине всегда проходит очень интересная акция. При каждом заказе вы получаете подарок. На этом может быть смазка для кубика, кубик-гриллок, подставка для кубика и множество других подарков. Все будет зависеть от вашего заказа. Ссылка на магазин есть в описании. И также в описании вы найдете ссылку на их группу ВКонтакте. Рекомендую подписаться, так вы не пропустите никакие интересные акции и распродажи. Все ссылки в описании, проходите, смотрите, там довольно интересно. А мы попробуем решить вторую головоломку. Это тоже головоломка из деревяшечки. Ты серьезно, опять веревочки? И веревочки. Они все будут такие, потому что это один стиль. Здесь, не обращая внимания, это просто завязаны так... Я понял, что проходил этот отверстие, да? Да, так и есть, чтобы не делать узел. Суть в чем? Тебе нужно отделить деревяшки и веревку. То есть, этот будет три части должны быть, да. Так, вот это мы убираем. Мне нужно разделить деревяшки и веревку. Но на первый взгляд это кажется очень простым. То есть, тут вот петелька. Попробуем? Попробуй. Сброс предыдущего времени. Ну, у тебя неплохой результат по первой головоломке. Ну, надеюсь, мой опыт решения предыдущего поможет мне. Ну, хотя вряд ли. Я сейчас тоже буду узел через дырку просовывать. Посмотрим. Старт. Время пошло. Так. Так, так, так. Посмотрим сначала просто, если продевать. Скорее всего, ничего не получится. Потому что здесь у нас перекручено. И, скорее всего, если просто продевать, мне ничего не получится. Если вот сюда просунуть. Так. Вот так. Мне кажется, это ничего не даст. Хотя, кто знает. Я сейчас перекручу, перекручу, а потом не смогу вернуться в исходное положение. Мне кажется. Да, я что-то уже намудрил. Миша, верни обратно. Так. Нормально, нормально пошло. Обратно. Нет? Нет, не в ту сторону. Самодельный головолом сложнее, чем китайский. Потому что... Ну, у тебя прям так в натяжку. Ну, да, да, да. По-моему, было вот так. Да. По-моему, было вот так. Да, вот так было. Да, ничего не поменялось. Сейчас попробую вот этот узел продеть вот сюда. А я, по-моему, догадываюсь. Я вот это сюда продену, если он пролезет, конечно. Мне кажется, если вот это сюда продеть, то оно снимется. Я, конечно, не уверен, но мне хочется это пробовать. Я продеваю. Узел сюда. Тут его сейчас перекручу. Из-за этого узелочка моего, они, да, немножко туговато проходят. Так, я узел проделал. Ну, вот это деревяшка мешает. Зачем ты сюда приделаешь? Она, кстати, такая же, как вот эта, да? Да, они абсолютно одинаковые. По идее, здесь должен быть шнурок немножко помягче. Он пластиковый, поэтому жесткий гнется сложно. Нет, ну, это слишком натяжка получается. Если вот так. Возвращаем. Что-то я уже сделал. Да. Что-то сделал. Так. Теперь делаю то же самое, мне кажется. Так, сейчас надо сообразить, что у меня сейчас. Вот у меня сейчас вот такое положение. Теперь нужно сообразить, что у меня дальше. Так, так, так. Если я еще раз продену через отверстие, получится ли у меня сделать тот же самый ход? Попробую. Может быть, я верну в исходное положение, а может быть, получится сделать то же самое. Попробуем. Возможно, я верну в исходное. Нет. Опа. Ну, тут уже... Да, но все равно это же время, поэтому надо полностью разделить. Так, ну, это было проще. Это было явно проще, потратил 3 минуты 6 секунд. Но это было интересней. Мне вот это больше понравилось, кстати. Да. Ну, кстати, я, решая туп, понял, что можно продевать узелок. Вовремя оно выключилось, кстати. Почему оно выключилось, вопрос? К сожалению, у нас произошла пренеприятнейшая ситуация. У нас почему-то выключилась камера, которая снимала крупный план. Я, конечно, мог бы сейчас сделать вид, что я заново решаю, но это было бы неинтересно и нечестно. Поэтому для вас останется интрига. Если вы захотите сделать такую голову самостоятельно, вы потом сами сможете ее решить. Так что здесь даже, возможно, плюс. Потому что подписчики не видели крупный план того, как я решаю, и смогут сами это решить. Но она проще, чем это. Да, она проще. Но, возможно, она проще из-за того, что я это уже решал и понял, что можно просовывать узелок. Да. Принцип. Так. Окей. Мы с этими разобрались. Пробуем третью. Получай третью головоломку. Так. Что здесь надо сделать? Скажи мне, пожалуйста. Вот так она выглядит. У нас здесь есть кольцо. Здесь есть шарики и деревяшка. Что нужно сделать? Тебе нужно освободить кольцо. Полностью освободить. И еще у меня очень важный вопрос. Откуда у тебя все эти детали? Сейчас завод по производству головоломок. Здесь и шарики, и колечки, и деревяшки, и веревочки. Да, мне очень повезло. Именно вот это колечко, оно придает какой-то, ну, типа, законченности. Да. Этому произведению головоломительного искусства. Угадай, откуда это кольцо? Ну, от штор, наверное. Да. И ты знаешь фирму, я думаю, даже этих штор. Ну, и кечки. 100%. Мне повезло, что у меня остались от штора, от гардин, вот эти колечки. Я вспомнил про них, и получилось действительно очень классно. Задача снять кольцо. Ты можешь делать все, что угодно, только ты не можешь, опять же, освобождать веревку от бусинок. Все. Понял. Так, ну что же, запускаем время. Надеюсь, в этот раз камера не выключится, а ты, пожалуйста, следи за этим. Да, я буду следить. Вот моя единственная задача. Вот, значит, предыдущее время. 3.06. Сбрасываем его. Сброс. Время пошло. Так, ну, здесь, я не знаю, стоит ли пытаться, опять же, продеть. Продеть узелки через отверстие. Мне кажется, опять же, в этом будет вся суть. То, чтобы продеть узелки через отверстие, скорее всего. Мне кажется, все головоломки в этом суть будут. Веревка. Что можно делать с веревкой? Продеть через отверстие. Да. Кстати, вот в каком-то видео я вместо отверстия сказал дырка. И мне были комментарии, у тебя там дырка, а это отверстие. Я уточню. В том видео, где я сказал дырка, это была дырка. Потому что отверстие, это сделано нарочно отверстие. А дырка, это то, что получается случайно. Вот у вас, например, сломалась стена, вы пробили чем-то. Вы не скажете, это отверстие, это дырка. В этом-то и разница. Отверстие, это технологическая дырка. Стоп. 0.46. Это было очень просто, Миш. Это было сильно очень просто. Смотри, какой прогресс. 9 минут. 3 минуты. Да. 0.46. Мы потом начертим график. А, тогда не будем откладывать. Погнали. Последняя, четвертая головоломка. Ну, суть, точнее, задача та же. Тебе нужно освободить колечко. Так, вот так она выглядит. Я, как эксперт в головоломках с веревочками скажу, колечко из Икеи, от штор. Веревочка из Фикс Прайса. Из Фикс Прайса. Деревяшка. Деревяшка из Касторама. Из Касторама. А шарики? А шарики из Китая. Ну, хоть что-то из Китая. Назовем головоломки из Китая. Да. Если я называю головоломку видео деревянной головоломки из Китая, видео с высокой вероятностью набирает полмиллиона просмотров. Каждое видео набрал полмиллиона минимум. Так что, возможно, если мы так назовем... В любую головоломку добавляйте китайскую бусинку и... Ну, во-первых, я уже вижу, что вот эти бусинки проходят сквозь кольцо. Но, возможно, эти знания мне никак не помогут. Запускаем время. Сбрасываем предыдущее. Старт. Время прошло. Так, попробуем сначала вот так сделать. Может быть, этим все решится. Я просто завязал путь в лоб в конце. Да. Нет, ну уже не так просто. Так, давайте думать, что же здесь может быть. Во-первых, вот эту петлю сейчас мы вот так сделаем. Неплохая попытка. Ничего мне не изменилось, что ли? Нет. Серьезно? Как-то так и было? Ну да. Ну, то есть, петля сделала сальто. Окей. Мне кажется, это работает психологически. Чем больше дырок, отверстий, тем ты думаешь, что она сложнее. Надо было еще напилить, насверлить и завязать как-то. Еще бусинку добавить где-то. Да. И два кольца накинуть. Так, здесь я что предполагаю? Возможно, эти бусинки никак не будут задействоваться. Они нужны просто для того, чтобы, грубо говоря, вот если бы Миша приклеил вот здесь вот так веревку, ничего бы не изменилось. Но не факт. Возможно, их можно задействовать. Ну, я, судя по секундомеру, эта головоломка уже посложнее прошлой. Да. Мне кажется, это немножко сложнее. Прошлая как-то очень легко пошла. Так, я сделал еще одну петлю, кстати, по-моему. Или нет? Нет, ничего не поменялось. Вообще, каждая головоломка имеет название. Вот эта вот африканская. Это дядя сказал тебе? Нет. Нет, дядя мне просто дал головоломку, а уже в интернете, пока я делал, мне нужно было все равно вспомнить. Потому что оригинальную, которую подарил дядя, я ее где-то, в общем, не скажу, что потерял, но где-то она далеко. Там же, где и дырка. Там же, где и дырка. С отверстием. Так, ну я что-то крутил-крутил, у меня будут, мне кажется, что вернулось. Ты вернул обратно. Вот так изначально было, да? Да, ты, по-моему, вернул обратно. Так. Кстати, напишите в комментариях, какие головоломки вам нравятся больше всего. Я разделяю головоломки на следующий тип. Есть головоломки железные, где чаще всего суть заключается в том, чтобы разъединить просто все детали. Это из прутьев, которые... Да, в основном, ну, из гвоздей, из проволоки твердой. Есть головоломки пластиковые, это такие, как кубик Рубика и так далее. Есть головоломки деревянные без веревок и деревянные с веревкой. Вот, какие головоломки нравятся больше. Мне меньше всего нравятся деревянные с веревкой. После сегодняшнего видео еще будет менее нравиться. Я не люблю железные головоломки. У меня их на канале не было никогда и с веревками никогда не было. Мне больше всего нравятся деревянные просто. Но, возможно, еще будут с веревкой. Миш, вот такое положение было изначально или нет? Я что-то не помню. Да, да, ничего не поменялось. Я слежу за твоими действиями. Так, во-первых, у меня сначала были вот тут пройдеты шарики. Мне кажется, это ничего мне не даст, но ладно. 2 минут 59 секунд, кстати, уже прошло. 3 минуты. А ты, кстати, вот эти головоломки, которые кроме первой, вторую, третью, четвертую, ты их раньше решал или ты их просто в интернете нашел? Нет, я их нашел, сделал. Самый прикол в том, что я их не решал. Ну, понятно, их у меня не было, поэтому я не решал. То есть я их создал сначала по образу, а потом решал. И понял, как решить. По образу и подобию своему. По образу и подобию веревочки. Да. А как они, кстати, другие называются? Первая африканская страна? Одна африканская, какая-то была индийская. А, ну, подобие индийской, вот это вот. То есть вообще индийская, это две. То есть здесь петля, здесь петля, и нужно было просто разъединить. Это вот как вот с этой. То есть просто нужно продеть опять же веревку через бузу. Так, смотри, я сделал очень много действий, у меня ничего не изменилось. Здесь сложность в том, что здесь были прям петли на лицо. Ты видел петлю, ты ее брал и продевал. Здесь ты не видишь петлю как таковую, здесь какой-то узелок. Но там тоже петля. Так, я помню, когда был маленький, когда мне было лет, я не знаю, может быть, пять, может даже меньше, мне показывали фокус. Мне тетя показала фокус какой-то там, что-то брали вот так на пальце, завязывали на одном пальце, на другом веревочку, и кольцо было на этой веревочке. И как-то крутили-крутили это кольцо, и раз кольцо снималось с веревочки. Это был именно фокус такой. Мне это казалось таким удивительным. Мне кажется, суть там была та же самая. Скорее всего, да. Как-то оно вот так же было запутано. Да. Да, фактически вот, пожалуйста, два пальца и привязанное кольцо. Да. И каким-то образом мы снимали. В первой головонке был шарик, который я продевал так-так-так, надо сообразить. Я тебе могу кольцо вот отсюда перевести вот сюда. Да, ты умеешь, но здесь так не получится. Кстати, прошло уже больше пяти минут. То есть она уже скоро станет сложнее, чем первая. Мне кажется, возможно, она самая сложная для меня окажется. Так. Ну это удивительно. Давайте посмотрим, что у меня здесь есть. У меня здесь есть кольцо с узелком. Если я вот так внутри кольца перекручиваю, так сделаю, у меня ничего не поменяется. Что же здесь может быть, блин? Ничего не меняется. Я вот эти вот шарики не задействовал еще ни разу. Петлю сейчас продевал уже через отверстие петлю. Ничего у меня не изменилось. Так. Всю вот эту петлю сейчас засуну в отверстие. Всю просовываю. Сюда я просуну. Есть. Так, смотрим, что у меня теперь. Вот эта петля моя. Я ее теперь вот так делаю. Скорее всего, у меня ничего не меняется. Миша, это самое сложное. Серьезно, мне она кажется сложнее, чем первая. Возвращаем сюда. Ну, ты вернул обратно. Да, она прям сложная очень. Это круто. Она сложная до того момента, как ты ее решишь. Когда ты поймешь, в чем суть, то ты скажешь, что черт возьми. Ладно, мне кажется, что вот здесь пора уже сдействовать шарики. На шестой минуте. Ну да. Не зря они из Китая прибыли. Да. Потому что так бы ты... Я бы не стал их заказывать. Нет, так бы ты просто сделал вот так вот полосочку и все. Ну да, да. Конечно. На шестой минуте до меня это дошло. На самом деле она не сильно отличается вот от этой. Да ладно, вот эта была такая простая. Раз, раз и снял. Суть-то та же. Там везде суть одинаковая. Веревочка и шарики. Ну и принцип решения в принципе похож. Я говорю, здесь сложность. Ты до сих пор не можешь понять, какую петлю тебе нужно вытащить. Ну, я понимаю в любом случае, что мне нужно как-то через отверстие продеть петлю. Но я не понимаю, какую петлю и куда мне нужно продеть. Я еще раз покажу, как это все выглядит. Вот. У меня вот здесь петля, кольцо, а вот здесь шарики. Петля, кстати, покажу. Она не простая, она перекрученная. Вот так это выглядит. По идее, кольцо могло бы и без этой петли просто быть на веревке. Просто могло бы привязано? Ну да, оно, по идее, да. Ты меня больше запутал просто. Я сейчас сам запутался. Нет, оно не могло быть на веревке. Вот именно. Это же узелок. В чем я говорю? Туда я не могу просовывать, потому что я только все сломаю. Вот так, если. Нет, это приведет к тому, ну, ни к чему. Да. Да, ни к чему. Сколько уже времени? Сколько времени? Больше, к тому, чем первая головоломка. 8,59. Сейчас еще 20 секунд и будет больше, чем первая головоломка. Ну, это хорошо. Я боялся, что они вообще будут все одинаковые после этой. Да нет, они. Значит, вот эти вот. Нет, кстати, вот даже из первых трех головоломок я могу сказать, что они по-разному решались. Ну, прям все по-разному решались. То есть, в любом случае, это сложно. Нет, это очень сложно, Миша. Ну, хорошо, что ты самый сложный напоследок оставил. Потому что если она была первой, я бы сильно испугался. Но я сейчас сильно нападу. Ну, подсказки по-прежнему я не могу тебе давать, да? Ну, можешь сове. Советы давать, да? Мне кажется, ты уже просишь совет даже. Нет, пока еще нет. Но если ты предложишь, я не откажусь. Ну, ты неплохо придумал вставить петлю в отверстие. Ну, да, это хорошая идея в каждой из этих головоломок. Да, ну просто ты преждевременно начал вытаскивать эту петлю обратно. Все четыре насунуть? Нет, ну этого я тебе уже не советовал. Ну, ты можешь, конечно, это сделать. Тогда будем долго еще сидеть здесь. Вот эти оборачивания тоже ни к чему не приводят. Мне тоже так кажется. Я сколько раз уже беру, ничего не поменялось. Я не люблю такие головоломки. Не из-за того, что они сложные, а из-за того, что они какие-то слишком запутанные вереночки. По идее, тут просто запутано. Это как клубок размотан. Я вот что могу сказать. Чаще всего такие головоломки в итоге решают просто перебором. Потому что крутят, 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 а получилось как-то. А потом, когда человек говорит, реши заново, он уже вряд ли сможет решить. Чаще всего так происходит. Когда ты пару раз ее разгадаешь. Мне интересно понять загадку данной головоломки, а не просто крутить-крутить и каким-то образом решить. Ну, разгадка очень проста, Леш. Очень проста. Я не сомневаюсь. Прямо в одно действие. В одно действие прям. Ну, смотря что не считать действием. Ну, хорошо. В два действия. Ну, в три. Время, кстати, минут 15 уже, наверное, прошло. Ну, в 12, наверное. Я просто в уме параллельно считаю. Бусинки. Хорошо. Дай мне совет. Нужны бусинки или нет? Нужны последнее действие с бусинкой. Последнее действие с бусинкой. Оно самое основное. Тебе нужно добраться до бусинки. А-а-а-а. Так это же легко. Надо сунуть туда же, где бусинка. Я просунул сначала в одну дырку. Теперь суть в другую дырку. Надевай на бусинку. И ничего не поменяется, по идее. Но сейчас попробуем. Надел на бусинку. Теперь вот тут посмотрим, что. У-ху! Это было очень легко. Это было просто максимально легко, но потратил 13 минут. Головоломки очень интересные. Мне понравилось. Отлично. Отлично. Я рад, что получилось. Я боялся, что ты очень быстро их разгадаешь. Я ненавижу головоломки с веревками, но это было круто. Но если бы ты бы разгадывал вот парочку таких головоломок до этого, то, скорее всего, сейчас для тебя они были бы... Возможно. Я никогда не решал головоломки с веревками, потому что мне это было неинтересно, в принципе, никогда. Но это было сложно. Это было действительно сложно. Отлично. Самое главное, что когда решаешь понять, в чем загадка головоломки, не просто крутить и каким-то образом решить, а именно понять, в чем загадка. В этом-то и смысл головоломок. Скажи, как ты считаешь? Поломать свои мозги. Очень много времени потратил или нет? Нет, мне кажется, быстро. Ну, в любом случае, ты... Ну, в конце я тебе про бусинку подсказал, но ты бы все равно к этому пришел через 2 минуты, через 3 минуты. Ты быстро загадал. Я говорю, я на это убил 5 лет назад очень много времени. Вот. Но вот они привели... Вот это привело меня к этим головоломкам. Мне головоломки однозначно понравились. Я рекомендую вам пробовать сделать такие самостоятельно. К тому же у Миши было видео о том, как он это делал. Это несложно, это очень просто. Я это видео не смотрел по твоей просьбе, поэтому не знаю. Ты там прям показывал, как ты их делал, да? Сам принцип показан, да, но... Можно брать картон. То есть, не обязательно брать деревяшки. Веревка, нитка, картон, пуговица. Да, кстати. Но вот в таком виде это смотрится очень круто. Вот они у тебя выглядят так, как будто ты их купил. Серьезно, очень круто выглядит. Но у меня есть пруфы, что я их сделал сам. Да. Так что ссылка на канал Миши будет в описании. И также, как я уже и говорил, мы с Мишей сняли отдельное видео, где я для Миши привез китайские головоломки. Вы их уже видели на моем канале, но Миша специально не смотрел. То есть, я у Миши спросил, какие видео он смотрел, какие не смотрел. И отобрал именно те, которые Миша еще не решал. Которые Миша не видел, точнее. Так что сегодня... Все по чесноку. Так что, пока Миша еще не решал, сейчас мы будем записывать второе видео для Миши. Ссылка на него тоже будет в описании. И, зная, как решать эти головоломки, вам, возможно, будет интересно посмотреть, как Миша с ними справится. Боюсь, что они... Я справлюсь. Я специально подобрал для тебя не самые сложные, но и не самые простые. Так что посмотрим. Они в любом случае интересные. Но твои головоломки очень крутые. Мне понравилось. Поэтому, надеюсь, вам сегодняшнее видео тоже понравилось. Если так, не забудьте подписаться на все каналы. Ссылки будут в описании. На Мишин канал, на мой второй канал, на наши инстаграмы. Везде интересно, везде много полезных информаций. Заходите в госс. Заходите. Да, заходите. И на этом все. Спасибо за просмотр. Все пока. Пока.